При поддержке компании Asus Ребят, кому тут эксклюзивных материалов с выставки Computex? На Тайване мы преодолели полмира и знаете что? Ни разу об этом не пожалели. В этом году мероприятие в особенной форме порадовало любителей ПК-моддинга. На этом моменте мы замолкаем и даем вам насладиться самыми нереальными корпусами, которые вы когда-либо видели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что касается наших партнеров из Asus, то они подняли на Computex также немалый, как принято говорить, хай. В разделе компактных ПК объемом до 20 литров встречайте красавчика G31. Несмотря на свои габариты, в него вместились одновременно две видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080, которые еще и работают в SLI-режиме. Любителям более стандартных форм-факторов посоветуем модель Asus ROG G51 в невероятном футуристичном дизайне и с воздухозаборником на передней части шасси, который напоминает турбину-истребителя. Прибавьте к этому полностью настраиваемую подсветку логотипа, двух ставок на передней панели и самой турбины, а еще это первый в мире десктопный компьютер, на передней панели которого можно обнаружить революционный порт USB 3.1 Type-C. Ну а если у вас вдруг есть игровой ноутбук от Asus, то его графические возможности можно с легкостью проапгрейдить при помощи специального внешнего блока Asus XG Station 2. А в нем, конечно же, новейшая видеокарта. Такие решения начали появляться на рынке уже как пару лет назад. Нарезное решение от Asus для подключения внешней видеокарты используется не специализированный разъем, а интерфейс Thunderbolt 3.0. Правда, для подключения системы все равно понадобится соответствующий BIOS. Впрочем, если вы купите ноутбук GX800, то никакие видеоапгрейды вам не понадобятся. Две видеокарты GTX 1080 плюс система внешнего водяного охлаждения и заслуженный титул самого мощного ноутбука в мире. Ну а самый большой курор наши партнеры произвели, анонсировав выпуск персонального помощника Asus Zenbo. Zenbo — это милый робот, который умеет управлять всевозможной домашней техникой при помощи голоса, передавать на нее видеоконтент. Также он не против поработать персональным фотографом, петь, танцевать, принимать видеозвонки и рассказывать вашим детям сказки. И все это за 600 долларов. По слухам, сам Уилл Смит себе такого заказал. У него, если помните, были небольшие проблемы с роботами пару лет назад. На Computex было еще много чего интересного. Были даже вещи, о которых нам запретили говорить. Так что пока мы не вляпались в неприятности, будем закругляться. Вы же не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео в любой соцсети и обязательно отписываться об этом в комментариях. Один из вас обязательно выиграет крутой сувенир с Computex. Субтитры сделал DimaTorzok